Приветствую вас, уважаемые читатели и зрители интернет-ресурсы megaobzor.com Радар-детектор не частые гости лаборатории megaobzor.com И зачастую устройства этого сегмента у нас бывают либо с GPS-модулем Это дорогие модели с ценником под 6000 и даже выше А также гибридные модели, связанные с видеорегистратором Пользователи часто нас просят подобрать и рассмотреть классические модели с доступным ценником И мы выполняем эту просьбу Начнем мы с продукции одного из самых популярных в России производителей Это компания Whistler И отобрали мы народную модель, можно сказать, 118ST RU RU-приставка в названии говорит об адаптации под российские условия и под камеры, которые используются именно в России Стоит данный регистратор на текущий момент в зависимости от магазинов где-то в районе 2000 рублей Поставляется он в такой вот упаковке с прозрачным блистером Здесь можно изучить сразу внешний вид видеорегистратора И его основные технические характеристики на обратной стороне Само устройство выполнено в традиционном форм-факторе Доступен только черный цвет исполнения И давайте сразу посмотрим по элементам Элементы основные управления выведены на лицевую панель Это три механические кнопки для управления основными функциями В зависимости от нажатия и длительности Здесь можно переключить, во-первых, городской режим, режим трассы Отключить или включить определенные диапазоны Отключить, например, яркость, изменить звук И громкость звука настраивается у нас с левой стороны Эта же кнопка отвечает за функцию выключения самого устройства Заряжается устройство с стандартной зарядки на 12 вольт Здесь длина зарядки позволяет провести скрытую проводку Крепление у нас с помощью вакуумных присосок Вот эта приставка и сама ножка выполнена из железа То есть она не сломается, зимой никаких проблем не будет Для того, чтобы видеорегистратор не слетался с этой ножки Есть у нас замок, то есть нажимаем на кнопку и замок снимаем То есть с этой стороны у нас линза Для того, чтобы видеорегистратор видел радары еще дальше Видеорегистратор работает с углом в 360 градусов То есть находит все распространенные в России камеры Которые работают в активном диапазоне Это X, это K, это KA Лазерный диапазон И это конкретно модем У нас определяет радары типа стрелка ST и стрелка M Расстояние по личному опыту Где-то в районе 800-900 метров Это по камерам, которые расположены в Казани По традиционным камерам, которые стоят на дорогах Расстояние у нас несколько больше И саму чувствительность мы можем настроить Например, если есть какие-то ложные срабатывания у вас на парковку, на магазин То есть эти диапазоны можно отключить Разобраться с этим несложно, но нужно будет изучить меню Потому что здесь все-таки передняя панель Не дисплей с привычным текстом А обычные светодиоды, которые сигнализируют Во-первых, об активности, о типе камеры и о силе сигнала Очень хороший и понятный звук То есть сразу видеорегистратор обращает на себя внимание Звук не сливается, например, даже при работе магнитола на высокой громкости Регистратор всегда слышно Особых проблем в ходе эксплуатации Видеорегистратора Wissler 118 ST RU В ходе эксплуатации не замечено Ни одного штрафа за время поездки Которая составила больше двух недель У нас не получено Видеорегистратор Wissler 118 ST RU получает награду золота Выбор редакции megaobzor.com Вас желаю за внимание Подписывайтесь на наш канал И тебе еще много-много интересного Всем спасибо и пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!